Кира Владимировна Маляр Кира Владимировна Маляр Кира Владимировна Маляр Там экстренно провели МСКТ пациенту, выяснили, что имеется субдуральная гематома левого полушария головного мозга, многоскольчатый перелом костей носа, повреждений грудной клетки установлено не было. Экстренно взяли на операцию, провели резакционную трепан-биоксию черепа слева, удалили острую субдуральную гематому, однако через 4 дня потребовалось снова его прооперировать, проведена ревизия послеоперационной раны и удаление острой субдуральной гематомы в лобно-височной области. Провели ВК, установили, что реабилитационного потенциала нет и для продленной ИВЛ и симптоматической терапии он был госпециализирован в наш Центр респираторной поддержки ГКБ номер 5. При поступлении у пациента общее состояние крайней степени тяжести, которое обусловлено поражением центральной нервной системы и дыхательной недостаточностью. Кома на осмотр не реагировал, глаза не открывал, однако на свет реакция была сохранена. ИВЛ, респиратором Тритон, режим на ваших экранах, питание через зонт, мочился пациент в памперс. Вот он наш Центр респираторной поддержки на 6 коек, но учитывая, что у нас 8 выходов, еще есть аппараты НИВЛ, до 10 пациентов на ИВЛ одновременно у нас могут лежать. Ну и показатели нашей работы скромные. За прошлый год было 63 пациента, которые провели у нас 1187 коекодней, а в этом году за 11 месяцев это уже 126 пациентов, которые у нас уже провели 1598 коекодней. Значит, вы понимаете, что пациенты лежачие, очень важно провести противопролежную терапию, что имеет огромное значение. Но все мы знаем, что гигиенические процедуры важны, противопролежные матрасы, подушки, кровати отличные, мы обеспечены электрическими кроватями. У нас также консультируют гнойные хирурги на уровне заведующего отделения. Ну, если мы будем говорить об ИВЛ непосредственно, была проведена принудительная вентиляция, когда привезли пациента, но через неделю пациент стал приходить в себя и уже переведен на принудительно-вспомогательный режим. Буквально-таки через пару дней на вспомогательный и вскоре на спонтанное дыхание. По мере того, как больному возвращался уровень сознания, способность глотать, сатурацию он держал достаточно хорошо при переводе на каждый вид респираторной поддержки, мы в конце концов пациента даже деканулировали, но это еще впереди, я вам расскажу. Значит, центр респираторной поддержки у нас возглавляет старший ординатор Грачев Николай Борисович. Это очень заслуженный человек, профессионал высокого качества. Это человек, который работал и на скорой помощи, имеет высшую категорию по анестезиологии и реаниматологии. И с 2019 года он помогает нам. Но кроме респираторной поддержки, уходовых процедур, очень важно правильно кормить пациента, поскольку плохое питание ведет к увеличению частоты осложнений и ухудшению исходов заболевания. Алгоритмы есть, они указаны, и мы всегда тестируем каждого пациента. В данном случае функционирует желудочно-кишечный тракт, пациент пищу не может есть, стоит зонд. Но мы не спешим таких пациентов переводить сразу на гастростому, потому что верим в то, что, в общем-то, болезнь еще может отступить. Ну, зондовое питание, мы, конечно, кладем пациента в возвышенное положение, соблюдаем все правила гигиены, не вводим в желудок болю с более чем 250-300 мл, для того, чтобы не было регургитации, а следовательной аспирации. Соблюдаем все правила приготовления растворов, правила их использования, и, конечно, питание должно быть теплым. Значит, данный пациент начинали мы с объема 100 мл, увеличивали для 300, кормление через 2-3 часа производили, промывали, естественно, зонд. Как мы рассчитывали питание? Из расчета 40 мл на килограмм, весил он до травмы 61 кг, ну, где-то чуть похудел, мы рассчитывали на 60, 2-400, ну, и думая, что перевозка может утяжелить состояние пациента, есть риск отека мозга, мы первые дни снижаем потребность в питании на 30%, то есть получилось это 1700 где-то мл. И параллельно добиваем инфузии цитофлавина с визраствором, глюкозой, дексаментозоном с постепенным снижением дозы. Значит, ну, данный слайд показывает химический состав и энергоценность зондовых диет. В первый день, конечно, это минимальная калорийная нагрузка, минимум жиров, белков и углеводов, на второй день уже удваивается, утраивается эта доза, и далее мы выходим на уровень обычного взрослого человека в пищевой нагрузке. Есть вот большая линейка зондового питания, вот вы видите, мы работаем вообще на продуктах фирмы Нутриция, базовые смеси имеются, имеются специализированные средства. Очень хорошо мы в последние годы применяем Нутризон Эндвадскумбизон, который рекомендован для пациентов с хроническими ранами и пролежними, это для тех пациентов, у которых действительно они есть, но данного пациента ни пролежни не было, ни больших ран, поэтому он был у нас на обычном питании зондовом. Вскоре он пришел в себя где-то через неделю и достаточно быстро стал просить пить через рот. Мы провели трехглотковую пробу, вроде как глотает, зонд удалили. Значит, когда мы переводим его из зондового питания на сиппинге, мы обязательно включаем загустители, чтобы пациент опять-таки же не аспирировал. Значит, и далее расширяем диету, включаем уже обычные продукты. Ну, тут, честно говоря, очень сложно рассказать без демонстрации. Или видно демонстрацию? Значит, мы с пациентами проводим занятия зоотерапией. Кто-то, кто чувствует себя хуже, пассивно участвуют. Те, кто активно участвуют, они могут вот черепахами. Вот наш пациент, он занимался. И те, кто уже хорошо ходят, выходят на улицу с кроликами и шиншиллами. Значит, психологическая поддержка тоже очень важна. Кинестетикой занимаемся, пальчиковой гимнастикой, ароматерапией, сказкотерапией, музыкотерапией, галлотерапией. Ну, и также закуплены у нас различные развивающие приспособления, включая бизеборды. Встреча со священнослужителями тоже очень важна. Данный пациент, когда пришел в себя, очень прямо глазами призывал батюшку. И это было тем, что ему нужно было в этот момент, божья поддержка. И неважно, что он был мусульман. Значит, культурно-развлекательные мероприятия проводятся, пациенты в них участвуют. Вот это также улучшает их психоэмоциональный фонд и двигательную активность. Арт-терапия проводится нашими волонтерами. У нас есть разные техники. Мозаика, рисование, лепка и так далее. Вот пациент, он усиленно занимается на ваших экранах. Ну, и вот этот вот рисунок, он сделал, аппликацию, он сделал жене в подарок. И за время нахождения в отделении у него была положительная динамика. Пациент был в сознании, понимал обращенную речь, выполнял простые команды, стал поручать пищу через рот. Мы сняли с него палеотивный статус, и он был переведен в отделение реабилитации. Через полгода данный пациент уже выезжал на загородные соревнования, участвовал в тест-драйве, и на сегодня он полноценно работает. Мы все это сделали вместе с пациентом. Дорогу осилит идущих. Спасибо вам за вашу работу и спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!